я думаю что у вас не раз бывало что при ловле на фидер вы оставались с нулевым результатом в сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о тактике ловли на фидер на незнакомом водоеме ну что ж ставим лайк авансом и приятного просмотра придя на рыбалку первым делом нужно поставить благородный напиток охлаждаться в воду чтобы он не был тепленьким аккуратненько вот допустим вы приехали на незнакомый водоем вы не знаете что за рыба вы не знаете на какую рыбу вообще приехали сейчас я вам покажу какой я пользуюсь тактикой ловли в зависимости там от времени года например вот я сейчас не знаю какая рыба здесь ловится какая рыба здесь вообще есть и что одну чем я какую суть я хотел донести и так сейчас сегодня я пришел на ночь на ночь я пришел на крупную рыбу постараюсь словить под крупного леща сома и какая моя тактика ловли этой крупной рыбы не обязательно это лещ сом это может быть другая любая рыба но я с вами поделюсь именно тактикой ловли тактика взял и так я вот пришел я буду ловить на несколько фидеров и буду пользоваться прикормкой но наживку я буду использовать универсально то есть вот у меня здесь на фидере два поводка я буду пользоваться кормом верхний поводок у меня будет я его буду балансировать вверх-вниз можно вверх поднять чтобы чехонь какую-то поискать можно вниз опустить это уже больше на леща на плоту и у меня есть второй длинный поводок здесь довольно таки толстая леска 0 4 я использую не маленький крючок но на крючок я буду вешать червей и если повезет что червей не будет обжирать мелочь ерши то в принципе можно будет подобрать вообще ключик к этой рыбе потому что червяк это наживка вообще универсальная ее берет вся рыба и если вы приехали например на леща на что-то такое вы не подобрали ключик то червем именно вы подберете ключик вот я цепляю штучек 5-6 червей на червей берет вся рыба вот такой вот конь словился к сожалению отпустить не получится готова так червей не выбрасываем их обязательно добавляем в прикормку поэтому при помощи червя вы можете спокойненько разобраться какая рыба клюет если вы будете ловить на опарыша на пенопласт то например на пенопласт не возьмет опыт на пенопласт не возьмет щука судак сом не возьмет ну а вот я накопал таких меленьких червей я щас нацеплю пучочек червя и при помощи этого я хоть разберусь какая рыба ловится и потом я уже буду буду подбирать ключик и и и Какой красавчик! Какой красавчик! Утек червей! Ближе к ночи на этих нижних поводках где у меня стоят более крупные крючки я нацеплю росовика на них ну там одного или двух уже буду смотреть по ситуации но самая универсальная наживка это червяк на нее клюет вся рыба и при помощи этой такой насадки вы можете уже разобраться какую рыбу вам стоит ловить и какую тактику ловли избрать на вашу рыбалку и вот у меня верхний крючок я его подвигаю ближе к кормушке это уже на белую мирную рыбу я сюда нацеплю пока пенопласт с опарышем почему пенопласт с опарышем потому что даже если сейчас в этом месте будет обжирать ёршик какой-нибудь мелкий окунёк наживку то пенопласт пенопласт ёршик не украдёшь и все-таки он останется поэтому я повешу пенопласт и несколько опарышей кстати пенопласт я храню к прикормке потому что он набирается запахов так он более привлекателен для рыбы вешаем пенопласт с опарышем ну я повешу пока два много вешать тоже не стоит потому что если вы повесите много у вас будет поводок крутиться я сейчас буду ловить на сильном течении и у вас поводок будет становиться пропеллером и он будет путаться так и чем еще хорошо такая снасть если уже даже и запутается то у вас длинный поводок всегда будет рабочий ну что ж забрасываем первый фидер первый фидер у нас будет рабочий то есть рабочий как я подразумеваю я поставлю первый фидер который я буду даже если не клюет проверять раз там в 5-10 минут до тех пор пока не станет клевать то есть я этим первым фидером буду кормить еще два фидера которые я закину я сегодня буду ловить на три фидера пришел на ночь так задача поймать крупную рыбу поэтому буду первым фидером кормить буду побольше сюда корма сыпать два фидера буду буду ловить по поклевкам заброшу на равную дистанцию ну и посмотрим что получится бой бой и и вот такой красавчик сейчас я вам покажу как правильно цеплять пучок червей на крючок так смотрите самое главное взять червей и пофиг как хаотично вот как захотели так и нацепили желательно за середину чтобы две части червячка у вас играли и работали вот такой вот соник вот такой вот соник какой малыш далашка срочно отпускаем кстати совет чтобы не вылазили черви из банки можно взять просто сверху сыпнуть горсточку обычного песка а и тогда червячки собираются на дне и не будут вылазить из банки как у меня сейчас ну что ж друзья кому эта информация была полезна поставьте лайк кому бесполезно ставьте дизлайк и да в одном из следующих видео я хочу рассказать о тактике ловли на донки крупной рыбы поэтому подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать наши следующие видео это видео с помощью понятно и